МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот самолет обязан своим рождением случайной встрече авиаконструктора и мотора-строителя. Крылатая машина, которая создавалась в холодном заводском цеху, без чертежей, буквально на глазок, в итоге стала грозным истребителем. Лавочкин Ла-5 в фильме «Оружие». Первым серийным самолетом, который был создан в конструкторском бюро Семена Лавочкина, стал истребитель Лаг-1. Его модифицированная версия Лаг-3 выпускалась с 1941 года. Вместе с машиной Лавочкина истребительные полки военно-воздушных сил Красной Армии получили Як-1 Александра Яковлева. Оба самолета имели одинаковый двигатель жидкостного охлаждения М-105 мощностью 1050 лошадиных сил. Приемистый и легкий в пилотировании истребитель Яковлева быстро завоевал популярность в войсках. Более тяжелый, инертный Лаг уступал полетным характеристикам и Яковлевской машине, и основному немецкому истребителю БФ-109. Семен Лавочкин понимал, что нужно повышать все боевые качества истребителя. Большие надежды возлагались на новый двигатель М-107 мощностью 1400 лошадиных сил. Но его запуск в серийное производство затягивался. Авиазаводы, эвакуированные на восток, испытывали острую нехватку материалов и квалифицированной рабочей силы. В этих условиях встал вопрос о прекращении выпуска самолетов, которые не оправдали ожиданий военных. Казалось, машину Лавочкина ждет та же судьба, что и МиГ-3. Истребитель Микояна был снят с производства в конце 1941 года. Спасти Лаг мог только новый двигатель. И он нашелся. Конструктор Аркадий Швецов разрабатывал двухрядный звездообразный мотор воздушного охлаждения М-82 для ближнего бомбардировщика Су-2. Производство этой машины свернули, едва успев начать. Выпущенные для нее двигатели, в буквальном смысле слова, было некуда девать. Швецов предлагал М-82 разным авиаконструкторам, но те, не желая рисковать, от двигателя отказывались. Зимой 1942 года в одном из министерских кабинетов произошла случайная встреча Аркадия Швецова и Семена Лавочкина. В этот момент судьба Лага висела на волоске. Швецов прямо в кабинете отдал чертежи своего мотора Лавочкину. М-82 весил на 200 килограммов больше, чем двигатель М-105, и по габаритам Лагу не подходил. Однако новый мотор имел большую мощность — 1330 лошадиных сил. Лавочкин после некоторых сомнений поставил звездообразный двигатель Аркадия Швецова на свой самолет и оказался прав. Вопрос с габаритами М-82 решился просто. На фюзеляж Лага поставили дополнительные обшивки. Работы шли прямо в цеху, очень быстро, без предварительных расчетов. Времени на обычное бумажное проектирование не было. Шла война, и самолет требовался на фронте срочно. Новый Лаг был готов к испытаниям в марте 1942 года. Первые же полеты подтвердили, что смена мотора пошла истребителю на пользу. Энерговооруженность машины серьезно повысилась. Выросли скорость и скороподъемность. Государственное испытание — самолет прошел успешно всего за пять летных дней. В июне 1942 года новый истребитель был принят на вооружение. Первые серийные машины сошли с конвейера Горьковского авиазавода номер 21 уже через месяц в июле 1942. Ла-5 — истребитель. Длина — 8,7 метра. Размах крыльев — 9,8 метра. Максимальная взлетная масса — 3360 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-82 мощностью 1330 лошадиных сил. Максимальная скорость — 580 километров в час. Практический потолок — 9500 метров. Практическая дальность — 1190 километров. Вооружение. Две пушки-швак калибра 20 миллиметров. Две авиабомбы весом по 100 килограммов. Семен Лавочкин стремился использовать на Ла-5 максимально большое количество деталей базовой модели — ЛАГ-3. Так можно было обеспечить быстрый переход производства на выпуск нового истребителя. Но установка мотора воздушного охлаждения и нового вооружения потребовали изменений. Передняя часть фюзеляжа стала шире. Иными стали система управления самолетом и приборная доска летчика. Ла-5 был тяжелее своего предшественника, но летал лучше. Это, конечно, себя машина показала. Она имела хорошее вооружение. Ну, во-первых, совсем другая, иная конструкция планера. Уже здесь, например, крыло было не деревянные лонжероны, а металлические фермы, профиль. Дальше, значит, эффективность рулей великолепная, звездообразный двигатель воздушного охлаждения. Для того времени, значит, ну, первая серия был простой АШ-8, Кадия Швецова, АШ-82. Ну, он, слава богу, имел где-то максимальные обороты 2500 оборотов в минуту. Это для того времени тяга была колоссальная. Простая конструкция и легкое техобслуживание делали Ла-5 идеальным для тех условий, в которых приходилось действовать советским летчикам. Первые истребительные полки, вооруженные новыми самолетами Лавочкина, попали на фронт осенью 1942 года. Битва за Сталинград была в самом разгаре. Издалека Ла-5 напоминал своими очертаниями И-16, известный немцам еще со времен войны в Испании под прозвищем Крыса. Поэтому пилоты Люфтваффе предположили, что имеют дело с модернизированным поликарповским истребителем и назвали Ла-5 «Новая крыса». Ла-5 пришлось встретиться в воздухе с Фридрихом, самой массовой на тот момент модификации немецкого истребителя БФ-109. На вертикалях уже, значит, наш самолет не уступал. По вооружению был мощнее, там они первое время ставку делали на крупнокалиберные пулеметы М-15, М-17, а, значит, затем перешли на пушечное, стали ставить пушечное вооружение. Живучесть советской машины была существенно выше. Переднюю полусферу защищал звездообразный мотор воздушного охлаждения. М-82 не могли вывести из строя даже прямые попадания снарядов и пуль в цилиндры. Двигатель продолжал работать на остальных цилиндрах. В отчете по результатам боевой работы нового истребителя Лавочкина говорилось. Самолет устойчив, прост при выполнении техники пилотирования. При резких выводах из фигур особой тенденции к сваливанию в штопор не имеет. При посадке допускает грубые ошибки. Доступен для летчиков-истребителей, выпущенных из летных школ. В боевых условиях показал живучесть, надежность и хорошую огнестойкость. Вывод. Самолет Ла-5 является лучшим истребителем из числа отечественных, находящихся на фронте. Однако, не все недостатки Ла-5 удалось устранить при внедрении машины в серию. Ненадежно работало вооружение. Пушки иногда заклинивало. Об условиях работы летчика в кабине мало подумали, прямо скажем. Там был все время повышенный температурный режим от двигателя. Ну, летчик в шутку вылезает, а в него кирзовые сапоги после, значит, полета 40-минутного в воздухе похожи на лыжные ботинки. В то время, знаете, такие, как они назывались, пексы, задранные носами. очень жарко было, очень жарко было. Это надо было, конечно, выносить. В процессе производства возникли дополнительные сложности. Из-за войны прекратились импортные поставки фенольной смолы, которой пропитывали дельта-древесину. Пришлось переходить на отечественную продукцию, а она была хуже качества. Чтобы сохранить прочность конструкции, силовые элементы приходилось делать толще. Это вело к утяжелению серийного самолета и потере его скоростных характеристик. Осенью 1942 года на Восточный фронт в большом количестве стали прибывать новые немецкие самолеты. В истребительных эскадрах Люфтваффе место Фридриха БФ-109Ф занял Густав БФ-109Г. Он имел более мощный двигатель и пулеметно-пушечное вооружение. Затем у немцев появились Фокеры истребители Фоке-Вульф 190. Одна из таких машин была захвачена в качестве трофея зимой 1943 года и подробно изучена в НИИ ВВС. Фоке-Вульф имел сильную бронезащиту и мощное вооружение четыре пушки калибра 20 мм. Это была грозная боевая машина и серьезный соперник для советских истребителей. Новые немецкие самолеты превосходили по боевым качествам машину Лавочкина. Требовался немедленный ответ на вызов Люфтваффе. На помощь Семену Лавочкину снова пришел конструктор авиадвигателей Аркадий Швецов. Он предложил установить на ЛА-5 более мощный двигатель. Так появилась новая версия истребителя. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». «Оружие»